Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Миссия делегации Западной Армении на родине, сокровища Арцаха, мост Джервештика, открытие нового класса в школе имени Рыгранта Динка, отсутствие международной оценки по поводу пыток армянских пленников в Баку, риск нормализации преступлений Омбусмы Республики Арцах, в Ахыл-Халаке объявлен конкурс солнечных батарей, армянские могилы в Карсе, цель турецких владоискателей. В селе Культепе в Западной Армении начались раскопки одному из самых известных монастырей в Сюнике, в Аганаванку, 1111 лет, Бердзор, будущая Арцаха в составе Азербайджана. Делегация Западной Армении продолжает свою миссию на родину, отправилась из Тигранакерта в Ван. По пути мы остановились в историческом городе Сильвян, где также сохранились следы армянской архитектуры. Следует отметить, что относительно Сильвяна существует ложное мнение, согласно которому именно этот Тигранакерт был основан Тиграном Великим. Однако исторические факты говорят о другом. Настоящий Тигранакерт – это сегодняшний город Ярбекер, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске. После долгого путешествия наша делегация прибыла в Ван и оттуда на озеро Ван. Здесь также состоялась встреча с армянинами, после чего делегация отправилась на остров Ахтамар. Построенная на острове Армянская церковь Святого Хача дополняет неповторимую красоту одного из чудес природы – озеро Ван. Затем делегация со своей миссией отправилась в Муж. Армянский город Муж сегодня полностью поменял свой прежний вид и структуру. В следующем выпуске мы представим подробности миссии делегации Западной Армении в монастыре Святой Карапет в городе Муж. Муж Джервештык расположен в пяти километрах к северу-западу от села Матагиз Мартагерцкого района, республики Арцав на реке Джервештык или Егеши Аракель. Сведения о времени строительства не сохранились, но конструктивные особенности позволяют датировать структуру 12 или 13 веками. Время разрушения также неизвестно, но оно должно было произойти гораздо раньше – 1884 года. Угловые камни Аргемаста были отшлифованы, а остальные части, особенно высокий фундамент, были облицованы необработанным камнем. В школе имени Гранта Динка, которая открыла свои двери всего для семь учеников, количество учеников растет из года в год. Достигнув максимального количества учеников, возникла необходимость расширять школу за счет еще одного нового класса. Совет директоров к двуязычной школе имени Гранта Динка представил следующее приглашение. Эта школа получает поддержку исключительно от общин Арвнуэля, Вулер-Тайбель и Гонеза. Тем не менее, прилагаются усилия для содержания школы на должном уровне. Открытие школы было официальным, потому что это гордость – иметь школу с армянским образованием. Правозащитница Республики Армения Кристина Григорьевна опубликовала на своей странице в социальном сети Facebook сообщение по случаю, отмечающего 26 июня Международного дня помощи жертвам пыток. 26 июня человечество отмечает Международный день помощи жертвам пыток. Оказывание необходимой помощи жертвам этого бесчеловечного преступления лицам приживших пытки, а также членами семьи должны быть прямым обязательством тех государств, которые взяли на себя международные обязательства, говорится в сообщении. А конкретно на примеры 40-дневной Арцахской войны документировано по отверждению многочисленные примеры, когда многие наши земляки подверглись пыткам и бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских вооруженных сил. Представители азербайджанских властей подвергали пыткам и бесчеловечному обращению к армянским военнопленникам и гражданских лиц, содержавших Баку в нарушении международных обязательств, подчеркнул Омбусма Республики Армения. Телеканал «Западная Армения» неоднократно обращается к военным преступлениям, документируя видео и фотографии, распространенные во время 40-дневной Арцахской войны. Международное сообщество должно предосматривать свою жесткую реакцию на это, тем самым предотвратив другие подобные случаи. При поддержке Европейского Союза и программы развития ООН в Грузии в рамках программы «Энпард» Ахакалагская группа местного развития в сотрудничестве с Институтом общественных отношений Грузии объявляет конкурс на приобретение солнечных фотоэлектрических систем в сельских общинах Ахакалагского муниципалитета. В рамках программы в селах Ахакалагского муниципалитета также проводятся краткосрочные курсы переподготовки на охране окружающей среды. «Западная Армения» приветствует эту новость, так как сохранение армянской аутентичности очень важной для нас в этом регионе. Армяне и Ахакалага должны развиваться более экономически, сохраняя свою самобытность и культуру. В квартале Учлер города Кар Западной Армении продолжают разрушать армянские исторические могилы. Жители города требуют как можно скорее взять их под защиту. Об этом сообщает издание Кул Херриет. Согласно источнику, среди жителей этого места известно как армянские кладбища. Много могил с изображением креста. Здесь же и находится армянская церковь, которая также находится под угрозой разрушения. И церковь и могилы стали объектом охоты кладоискателей. Равнодушное отношение нынешних жителей Западной Армении, проживающих на этой территории, еще раз доказывает, что они не являются настоящими жителями этой страны. Иначе они не стали бы разрушать то, что досталось им в наследство. На этих территориях вновь будут восстановлены церкви и монастыри. Будут сохранены культурные ценности, когда они будут возвращены их истинным владельцам армянам, которые были коренными жителями в протяжении тысячелетий. В руинах в городе Культепе Канишикар, провинции Кисария, западной Армении начались археологические раскопки, благодаря которым стало возможным обнаружить документы, освещающие историю Кисарии. Руководитель раскопок профессор Фикри Кулакогру, в частности, отметил, «Как вы знаете, в прошлом году в Культепе впервые были обнаружены кости льва и также других животных. Мы пытаемся выяснить, как они здесь оказались. Большие кувшины, найденные в зоне раскопок, будут исследований. Можно будет выяснить, для какой цели они служили. Кроме того, проводятся исследования, чтобы понять структуру и текстуру экономики и животного мира, принадлежащего этому региону. Западная Армения выражает надежду, что проводимое в регионы исследование не преследует цель изменить данные армянского происхождения, приписав их другим народам или самой Турции». В городе Капан в Сюникской области в размахом отметили 1111-летие средневекового монастырского комплекса «Ваганованг». Представитель Сюникской випархии Макар Акопьян совершил праздничную святую литургию. Праздничный день «Ваганованг» был переполнен. Люди приехали в Капан из разных мест, чтобы познакомиться с тысячелетней историей монастырского комплекса, стать участником этого важного духовного события. Монастырский комплекс «Ваганованг» является одним из ярких доказательств того, что этот регион – сердце древней армянской цивилизации, где армяне исторически жили еще с тех времен, когда азербайджанцы не существовали как нация. Западная Армения постоянно поднимает фальсификации, совершенные Азербайджаном, и проливает свет на реальные факты. Что касается этой программы враждебного государства, не армян Сюника, то исторически можно сказать, что Капан, как город-крепость, находится в Зорке, Сюникской области, в Великой Армении, на левом берегу реки Вохчи, на холме. Есть и другие города под топонимом Капан, в Килике и в различных областях Западной Армении. Медиаэксперт Найри Охикян пишет в своем странице в Facebook, знакомы ли деятели и чиновники, которые осмеивают разговоры о передаче города Бердзоу Азербайджану до новой дороги с реальностью этих картин. Это новая дорога, начинающаяся с села Корнидзор, Сюника и находящая до Хиншена, Медшена или Сагора. Они уже идут быстрыми темпами, и армянские власти, как страус, засунули голову в песок, как будто ничего не видят, поэтому опасности нет. Али пообещал, что как только он завершит путь, то, дожидаясь ни секунды, он войдет в Бердзор и установит свой флаг. Что тогда скажут власти Армении? Как оправдают свое бездействие? Как объясняют, что уже несколько месяцев высмеивают тех, кто поднял эту проблему? И главное, как обеспечат проживание жителей Бердзор, Сус и Агавно? Вопросы, на которые никто не хочет ответить. Обращение к властям Кавказской республики Армения. Не отдавайте Бердзор Азербайджану. Верните Бердзор Западной Армении. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. А с вами был Игорь Негода.